Театр для Владимира Матвеева был не просто местом работы, вторым домом, где он проводил большую часть своего времени. А сегодня он стал и местом, откуда народного артиста России проводили в последний путь. У гроба самые родные для Владимира Гавриловича люди. Старший брат, сын и, конечно, она, его любимая супруга Валечка. В зале коллеги и почитатели таланта мастера. Для всех его уход стал полной неожиданностью. Ведь Матвеев никогда не думал о болезнях. Он жил сценой, новыми ролями и постановками. И, как всегда, строил планы на будущее. Поверьте, никто до 11 марта, когда случился с ним в театре же, вот этот удар, а самое ужасное, до 10 апреля, даже повысить не мог, что театр может остаться без Владимира Гавриловича. Утро-то очень тяжелое, серьезное. Мы все скорбим. Вместе с Матвеевым ушла целая эпоха. За 40 лет служения в театре Владимир Гаврилович сыграл около 200 ролей. Все его образы были яркими и запоминающимися зрители. Будут помнить его и как талантливого режиссера, создавшего в Амурском драматическом 20 постановок. Коллеги всегда уважительно называли Матвеева мастером. У него учились игре. А для молодежи он и вовсе был настоящим кумиром. Он был народным, он и есть народный. Звание народного дано не только президентом Российской Федерации. Звание народного было дано нашей публикой. Какой бы плавный он ходил на сцену, был ли он королем лет, или выходил в замечательном пушистом желтеньком халатике, как цыпленок. Зал сгибался, аплодисменты. Последние аплодисменты для Владимира Гавриловича прозвучали сегодня в стенах родного для него театра, которому народный артист отдал свою жизнь. Его образы навсегда останутся в памяти всех, кто хоть раз видел Владимира Матвеева на сцене. По сложившейся традиции провожали великого артиста тоже под аплодисменты. Это уже его последняя овация и признание его таланта от самых преданных зрителей и, конечно, коллег. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Первый областной канал. Юрий Камышный, Иван Сюмак. 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 Продолжение следует...